Музыка До конца чемпионата Ульяновска по мини-футболу осталась всего пара туров, а тройка призеров еще не сформирована. В центральном матче 17-го игрового дня встретились претенденты на медали Платон и УМЗ. Причем заводчанам, чтобы остаться в медальной гонке, нужна была только победа. Установка была играть с ними от обороны, отдать мяч и стараться ловить на ошибках. В принципе, я считаю, что первый тайм почти выполнили задачу. Нелепые два гола, конечно, пропустили, но в принципе первый тайм, я думаю, удачный был для нас. Начало поединка осталось за УМЗ. Уже к седьмой минуте точными ударами отметились Дмитрий Романов и Михаил Таузаров. Но Платон показал, что может держать удар. И через 10 минут один из лучших бомбардиров Суперлиги Игорь Ахмедшин на пару с Агаевым восстановили паритет. И все же на перерыв лидерами ушли заводчане. Это лидер АТАП УМЗ Дмитрий Романов оформил дубль и, казалось, вернул партнерам по команде веру в медальное чудо. Безусловно, и мы, и соперники на 100% сегодня сыграли. Самодача, борьба, все было на лучшем уровне. Хороший матч получался. Они тебя читают. Сиди, сиди, сиди. За жизнь, ты поставишь здесь в полку, если еще, короче, все. Да, 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 давай, давай, партнер. Едва игра возобновилась после перерыва, Игорь Ахмедшин забил еще раз и сравнял счет. Вот только и УМЗ не унимался. Сначала Константин Ковришкин вывел заводчан вперед, а затем еще одна досада для Платона. Олег Морозов срезал мяч в собственные ворота. И УМЗ снова, как в начале поединка, оторвался на два гола. Но Платон не был бы в лидерах чемпионата, если бы не его воля. Игорь Ахмедшин и Артур Валишин за пять минут до финального свистка установили окончательный счет. 5-5. Эта ничья поставила крест на медальных амбициях УМЗ. А Платон, хотя и остался в тройке лидеров, но теперь вряд ли поднимется выше итогового третьего места. Мы, в принципе, играли в их футбол просто. Бегали за ними, как шашки на голу. Надо было спокойно держать мяч, контролировать, как мы играем всегда. Не получилось. Зато получилось у Кристалла, который в упорной борьбе переграл смену 2-1. Никита Елисеев и Александр Мухин забили за кристаллических по голу в каждом тайме. А соперник ответил только точным ударом лидера бомбардистской гонки Александра Костенко. Мобирейт, проводивший матч в ранге нового чемпиона, разгромил Штальбург. 10-5. Хет-трик на счету Вячеслава Прибылова. По два гола на свой счет записали Виктор Злыдырев, Сергей Савичев и Михаил Каширин. ПСК также уверенно разобрался с Симбирском. 7-3. У победителей результативно стреблеснул Андрей Кузнецов, забивший трижды. У проигравших также трижды отличился Булат Рябов. И, наконец, контактор, несмотря на удаление Андрея Дубинина, удержал победу в матче с сеньором. 6-5. Таким образом, 17-й тур окончательно назвал тройку призеров. В нее, кроме чемпиона Мобирейта, вошли Кристалл и Платон. Ни при каких раскладах остальные участники Суперлиги эту троицу не догонят. При этом впечатляет отрыв обладателей золотых наград. Кроме того, определились и два неудачника. Сохранить место в Суперлиге на будущий сезон не смогли Юниор и Штальбург. Заключительно, 18-й тур, который состоится в следующую субботу, 30 марта, должен ответить на последний вопрос. Кто же возьмет серебро чемпионата? Платону при этом необходима только победа над Мобирейтом. Но даже ее будет мало, если Кристалл обыграет Симбирск и во второй раз подряд возьмет серебро Суперлиги. Все ответы через неделю в нашем традиционном обзоре. Продолжение следует...